всем привет я гелла сегодня покажу вам очень интересную идею для лоскутного шитья смотрите берем квадратик у меня в данном случае сантиметров 10 наверное с такой вот красивой паяточной ткани и начала я его обшивать от темного буду обшивать от темного к светлому вот полосочку вот так вот пришили по одной грани как обычно методом изба только цвета я буду использовать как бы делать рамку этому блестящему квадратику да вот смотрите пришили вторую сторону срезали лишние отогнули можно прогладить вот здесь вот и таким образом мы пшиваем наш квадратик дальше все это дело проглажу через ткань чтобы пайточки вот тут не испортить да в принципе уже проверено вот эти фиолетовые пайетки эта ткань конечно не убиваемая прелесть и красивая и вот вы видите да все то же самое так как изба только цвет я использую то есть этот квадратик у меня будет в рамочке такие вот окошечки сошьем я сошью 44 яруса то есть будет четыре цвета вот сейчас точно так же продолжаем по кругу пришивать вот уже другой цвет и наращивать наш блок вот а дальше я покажу как же все таки вопреки науки из четырех сделать пять чтобы дважды два было пять они четыре в науке такое невозможно а у нас в творчестве вполне себе возможно потому что это волшебство чем мы с вами тут и занимаемся видите еще одну рамочку теперь я возьму розовый цвет и продолжаем шить наращивать наш квадратик а вот такой совершенно простой в исполнении блок сошьет даже начинающего оскудница смотрите я сшила 4 вот таких блока теперь эти блоки я расчертила посередине ровно пополам вот смотрите видите прям линеечкой пополам по горизонтали и по вертикали и теперь я разрежу эти блоки на 4 части ну а теперь внимание начинаем творить волшебство вот таким вот образом мы поворачиваем наши детальки так вот и вы уже видите да что у нас получается из 4 квадратиков 5 смотрите как здорово сейчас посмотрите с моей стороны вот смотрите волшебство же волшебство разве не 5 квадратов 5 и так то что не подвластно науке вполне потом подвластно нам и девчонки понятно что таким образом можно добавить еще уголки еще уголки то есть нарастить и сделать не из четырех квадратов а сделать прям многоярусный такую горку визуально то есть это будет выглядеть как горка ну и конечно же эти блоки можно выкладывать каким угодно другим способом разнообразные вот видите совершенно по-разному и еще один момент вы уже поняли что эти блоки можно шить и не квадратом а начиная как бы от угла до чтобы потом не разрезать то есть но это все понятно просто я вам как вариант вот такую вот идею сегодня и смотрите совершенно разные узоры можно выкладывать подбирать цвета можно от светлого к темному от темного к светлому можно совершенно хаотично как в прошлом видео до сделать рамочки хаотичные цвета подобрать взять какую-то основу например вот вместо вот этого моего фиолетового то есть основной какой-то кубик квадратик а дальше его уже обшить совершенно разнообразными полосками и вот я уже сшила эти блоки я решила расположить это вот таким вот образом чтобы у меня как бы вот эти три один на одном да и по бокам еще да вот и дальше уже вы понимаете да мне нужно будет пришить бордюрчик ну я решила пришить фиолетовый бордюр и дальше уже положу все это на подкладку на синтепоны буду стягать и вот симон очка тут как тут она обожает вот так вот прятаться подо что ты чтобы я с ней играла типа искала ее вот так вот такое вот видео как из дважды 2 сделать 5 вы видите какая потрясающая красота получается я намеренно села очень такие контрастные яркие ткани чтобы все было видно мне кажется все понятно да здесь совершенно ничего сложного и уровень сложности вот видите вот здесь я пришила уже бордюрчик ну и буду заниматься в общем скалывать стягать и готовый результат обязательно вам покажу сам процесс уже не буду показывать я неоднократно все это показывала девчонки кто зашел может быть недавно там впервые посмотрите ранее видео где одеяло от и до где я показываю все процессы как сметывать как скалывать там стягать и кромки вот это все я показывала из недавнего например это как же мастер-класс для первокласса по моему так называется видео ссылочку я под видео оставлю ну и вот здесь несколько квадратов осталось я решила их обшить просто цветным да и добавить эти бложки вчерашние позавчерашние там как это видео выйдет в общем предыдущее видео где мы шили из ярких полосочек по диагонали квадратики вот эти в общем в тот квилт я добавлю вот эти вот бложки и заодно решила записать что по идее можно шить смотря какие ткани у вас наличие понимаете возможности какие можно шить не квадратом а вот так вот с уголочка это ведь по идее те же уже разрезанные как будто бы квадрата да ну здесь у меня получается в масштабе фиолетовый уголок больше том пил темы этот фиолетовый разрезаем на 4 да здесь больше получится но эти блоки я добавить я хочу добавить уже дошить и чтобы эти фиолетовые квадратики у меня не болтались не валялись я их добавлю к предыдущему к блоку к работе из предыдущего видео вот совершенно в разнообразном хаотичном порядке я обшила эти фиолетовые вот и я решила их вот здесь вот сюда вот добавить вот таким вот образом я все-таки решила выложить этот блок мне хочется что-то знаете уже вот это все одинаковое не хочется хочется что-то такое необычное и вот я решила сделать вот такой вот квилт смотрите пока вот так вот выложила и я уже этот квилт сколола с металла и он ждет стежки ну и вот сейчас я занимаюсь буду заниматься с меткой вот этого квилта ведь он уже сколот то есть вот такой вот небольшое видео мне сегодня для вас творите собственное волшебство ну а я с вами прощаюсь мои дорогие желаю совсем ненадолго желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения всего вам доброго пока пока и